В эфире служба новостей Саров 24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте, смотрите сегодня в выпуске. Праздники в радость о правилах пожарной безопасности при украшении помещений и применении пиротехники. В зоне особого внимания, как в преддверии новогодних праздников не стать жертвой интернет-мошенников. Молодежная политика и дети, активисты городского клуба старшеклассников встретились с членами молодежного совета при главе города. Далее расскажем обо всем подробно. Новогодние праздники – это время чудес, подарков и положительных эмоций для детей и взрослых. Красочные переливы гирлянд, сверкание бенгальских огней и яркие фейерверки давно стали неизменными атрибутами Нового года. Наравне с мандаринами и елкой они создают особое настроение. Чтобы праздники запомнились только счастливыми моментами, нужно соблюдать меры предосторожности, обращать особое внимание на правила пожарной безопасности. Особых мер предосторожности при использовании требуют пиротехнические изделия. Покупать их нужно в специальных магазинах и требовать от продавца лицензию на продажу. Так вы обезопасите себя от приобретения контрафактных товаров. Инструкция по применению должна быть обязательно на русском языке. Запрещается использовать поврежденные изделия, изделия с истекшим сроком годности, хранить пиротехнические изделия рядом с нагревательным прибором, либо источник открытого огня, разбирать пиротехнические изделия, сжигать их на костре, направлять пиротехнические изделия на людей, на животных, применять детям без присмотра родителей. Не только пиротехника требует соблюдения мер предосторожности. Украшать дом тоже нужно по всем правилам. Ёлка не должна загораживать проходы и расположить её нужно подальше от нагревательных приборов. На ветке нельзя вешать легковоспламеняющиеся игрушки. Особое внимание стоит обратить на гирлянды. Перед тем, как повесить электрическую гирлянду, необходимо её включить в розетку, проверить её работоспособность. То есть необходимо также визуально её проверить на целостность. Её необходимо проверить, горят ли все лампочки, целостность обмотки жил электропроводки. То есть такие моменты. Только потом уже нужно её устанавливать, развешивать на ёлку и подключать. Сотрудники МЧС напоминают, что перегружать электросеть не нужно. Это может привести к короткому замыканию и пожару. Если гирлянд несколько, то необходимо использовать удлинитель с кнопкой автоматического выключения. В случае, если произошло возгорание ёлки, её необходимо уронить на пол, накрыть плотной тканью и обязательно вызвать пожарную охрану. Соблюдение элементарных правил пожарной безопасности позволит сохранить жизнь и здоровье ваших близких. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютьюбе. К другим новостям. В разгар предновогоднего ажиотажа люди становятся менее внимательными, а значит, более уязвимы для уловок мошенников. В канун праздников не стоит забывать об аккуратности. При выборе подарков следует проверять достоверность информации о продавце. Покупая товары или заказывая услуги через интернет, помнить об элементарных мерах безопасности. О том, как не стать жертвой новогодних мошенников, расскажем в следующем репортаже. До новогодних праздников остались считанные дни. Наступает жаркая пора поиска подарков родственникам и коллегам. Сотрудники правопорядка призывают сыровчан быть внимательными при покупке товаров в интернете. Чем ближе праздник, тем больше активизируются мошенники. А вот бдительность людей в предновогодней суете притупляется. Риск попасть на уловки Фишера возрастает в разы. Эти интернет-мошенники с помощью вредоносных программ могут получить доступ к персональным данным пользователей. Большая часть наших граждан, зачастую, заходя на свои гаджеты, на какие-то странички, видят всякие роды СПА, начинают по ним проходить посылки, что делать категорически запрещено, так как различные эти рекламные акции могут внести с собой вредоносные программы для вашего гаджета. СПА может позволить мошенникам воспользоваться онлайн подключенными счетами банковских карт. И уже без вашего ведома мошенники смогут получать доступ к вашему счету и поищать деньги со счета. В сети интернет многих привлекают новогодние скидки и акции. Мошенники регистрируются в социальных сетях и предлагают по низкой цене приобрести товар или услугу. Самые распространенные объявления – это заказ поздравлений Деда Мороза и Снегурочки на дом. Созванивайтесь с лицом, которое его подало, и лицо вам объясняет, что в указанное время может привести праздник у вашего ребенка и просит за это стопроцентную предоплату. Не всегда это бывает так, скорее всего могут выступать мошенники, которые, получая предоплату, закрывают эту страничку и больше не контактируют с населением. Будьте внимательны о этих объявлениях, обращайте особое внимание. Также на уловки мошенников могут попасть и те, кто желает сам подзаработать в новогодние праздники. В основном это студенты и старшеклассники. С ним связываются некие граждане, просят прислать личную информацию, о том, заключают псевдодоговор, что их устраивает. Но за этот договор просят внести предоплату в районе тысячи, полторы тысячи рублей, после чего страничка закрывается и люди, которые хотели заработать, сами платят деньги за так называемый договор и остаются обманутыми. Стражи порядка советуют горожанам не идти на поводу у любителей легкой наживы и не поддаваться на уговоры. Прежде чем оплатить товар или услугу, необходимо проверить информацию о продавце и прочитать отзывы. Новогодние подарки для детей от одного года, которые не посещают образовательные учреждения, можно получить с 20 по 29 декабря. Наборы сладостей будут выдавать в клубе «Мечта» и в молодежном центре с 13 до 19 часов. Для получения подарка достаточно предъявить паспорт одного из родителей. В случае, если фамилия ребенка нет в списках, нужно принести справку от участкового врача, о том, что ребенок не посещает детский сад. Подробности по телефону 99106 и 99120. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Другого получат приглашение в Лазурный. Этот детский центр считается нижегородским аналогом «Сирюса» – всероссийского центра по работе с одаренными детьми. Любители зимней рыбалки предупреждают – с 20 декабря в Нижегородской области запрещается добывать налима. Об этом сообщили в региональном комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира. Ограничения будут действовать до 19 января и направлены на сохранение популяции этого вида рыб. Поскольку именно в декабре и январе у Налима происходит нерест. В субботу, 21 декабря, хоккейный клуб «Саров» в рамках чемпионата Нижегородской области высшей хоккейной лиги примет на своем льду команду «Спартак Тумботины» из Павловского района. Начало матча в 13 часов. Вход на трибуны со стороны улицы Московской. Канал «16» будет вести прямую трансляцию встреч на нашем канале в Ютубе и в группе ВКонтакте. Для лиц старше 12 лет. Вовлечение в молодежную политику и ответы на актуальные вопросы. Активисты Союза старшеклассников «Статус» встретились с членами Молодежного совета при главе города. Школьники поделились проблемами и смогли задать Александру Тихонову интересующие их вопросы. В этом году впервые глава города Александр Тихонов и члены Общественного молодежного совета встретились с активистами Городского союза старшеклассников «Статус», чтобы обсудить насущные проблемы школьников. К встрече ребята готовились заранее, провели собрание среди сверстников и запустили опрос в социальных сетях. Темы были самые разные. Возможность подработки после школы, освещение улиц и дворов, переполненность общественного транспорта. Но больше всего ребят волновал вопрос получения высшего образования. У нас в городе можно получить направление на обучение у щекистов, у ФСБ, у МВД, у клинической больницы, насколько я знаю. Ну и в НЕФ это, понятно, тоже целевое направление не дает. А направление из таких муниципальных структур, администрация, городская дума, получить нельзя. Очень хотелось бы. Думу не знаю, но в принципе администрация может давать такие направления. Во-первых, они даются по конкурсу, такие целевые направления в области. И там много свободных мест. В этом прошлом году по целевым направлениям, по целевым квотам, очень много, в том числе в ведущих вузах страны осталось пустых мест. Также ребята говорили о том, что в городе нет мест, где можно провести свободное время, отдохнуть после школы и побыть с друзьями. Члены общественного молодежного совета предложили старшеклассникам посещать клубы по месту жительства Центра внешкольной работы. У нас есть такая зона прекрасная, игротека называется, где вы можете прийти, работать каждый день, кроме выходного, в воскресенье с трех до восьми. У нас там есть и теннис, и бильярд, и настойные игры. Беленая зона, там где у нас диванчики есть, пожалуйста, телевизор, вы можете приходить, общаться. Впечатление о встрече у активистов «Союза статус» осталось положительное. На многие вопросы они получили развернутые ответы. Я считаю, что встреча была очень продуктивной, и получили ответы на все вопросы, даже предположили решение некоторых вопросов. Я видела, что какие-то вопросы действительно уже не первый раз сдают, и на них уже ищут решение. Это могло бы обрадовать. А, например, были вопросы, которые оставили в стране, и убедили нас их оставить в стране. Сразу найти решение всех проблем не удалось, но глава города и член общественного молодежного совета пообещали ребятам, что примут необходимые меры, чтобы ответить на все вопросы и просьбы ребят. Театрализованные представления, творческие мастерские, игры, концерт воспитанников детской школы искусств и семейные рождественские посиделки. Библиотека имени Пушкина приглашает детей и их родителей весело из пользы провести зимние каникулы. Подробности в следующем репортаже. До зимних каникул еще больше недели, а подготовка к ним в библиотеке имени Пушкина уже началась. Сотрудники оформляют тематические книжные выставки, готовят реквизит, украшают залы. Начнется новогодняя программа 31 декабря. В течение дня сотрудники библиотеки будут делать с детьми от 6 лет и старше артбуки. Вообще артбуки хороши и интересны тем, что позволяют запомнить какую-то полезную информацию, победить страх против каких-то творческих препятствий, то есть против страха белой бумаги, белого чистого листа, помогают начать творить и почувствовать себя настоящим художником. 2 января библиотека приглашает саровчан на театрализованные представления мечты в новогоднюю ночь, а 3 января пройдет игровая встреча «Ка бы не было зимы». Хочется сказать, что эта встреча будет виртуальным путешествием одновременно и в книжку Эдуарда Успенского, посвященная деревне Простоквашино, и одновременно будет путешествие еще и краеведческое, потому что, оказывается, в Нижегородской области есть самая настоящая, реальная, а не книжная деревня Простоквашино. 4 января в библиотеке будет работать творческая мастерская «Украшения в стиле хендмейт». Эта встреча будет посвящена истории новогодней игрушки. Пушкинка подготовила сюрпризы для взрослых посетителей. 6 января саровчанам 12 лет ждут на лекцию «Имидж плюс этикет». В этот же день в библиотеке пройдет традиционный рождественский концерт с участием воспитанников детской школы искусств. Называется эта программа «Новый год шагает по планете». Вот о разных традициях празднования Нового года мы поговорим в связи с музыкой, с творчеством. Поговорим, споем хорошие песни и послушаем хорошее исполнение. 8 января в библиотеке пройдут рождественские посиделки. Подробнее с программой «Каникул», где указан возрастной цен с каждого мероприятия, можно познакомиться на сайте детской библиотеки. Несколько дней назад в 19 регионах России был подписан указ об объявлении 31 декабря официальным выходным. Взамен жители должны будут выйти на работу в субботу, 28 декабря. Еще в пяти регионах губернаторы рекомендовали перенести рабочий день по согласию с трудовым коллективом. Нижегородской области в этих списках нет. Пойдемте узнаем мусоровчан, как они относятся к тому, чтобы 31 декабря сделали выходным днем. То же, как праздник, 31 декабря, все люди готовятся к празднику. Нужен выходной день, чтобы все успели подготовиться к Новому году. Вы считаете, нужно ли 31 декабря сделать выходным днем? Обязательно. Почему? Чтобы люди смогли подготовиться к Новому году хорошо и чтобы отдохнули. Все равно люди уже не работают. Пусть лучше перенесут этот день на какой-то другой, чтобы спокойно могли подготовиться к встрече Нового года. Мы все равно работаем. У нас хоть выходной, не выходной, мы работаем. Работают только до обеда. После обеда все равно все уходят. Конечно. Все равно люди не работают в основном 31 декабря, даже если ходят на работу. Как правило, там уже короченный день, и настроение праздничное, и никому не до работы. Поэтому лучше официально сделать выходной и не платить за этот день никому. Пусть люди отдыхают. Это уже сделали. Ну, уже вчера по телевизору я уже слышала. Так что у нас вообще-то в городе у нас уже выходной, потому что у меня дочь работала в НЕФИ, да, и она сама уже отработается от 31 числа. Так что я человек не работающий, мне все равно, но если люди так желают, мне пожалуйста. Я только за. Да не знаю, в принципе, как-то без разницы, наверное. Может быть, половина рабочего дня, а так, ну, конечно, хотелось бы подготовку к Новому году. Ну, да, а так, не знаю, в принципе, как-то все равно. И работали в 31-й, и работаем, и поэтому нам без разницы выходной или не выходной. Обязательно. Почему? Потому что предновогодний день. Большинство соровчан за то, чтобы 31 декабря признали официально выходным. Для вас опрос проводили Ирина Вышегородцева и Артемий Глазков. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова